Полтора месяца судьба городского телефона доверия была в подвешенном состоянии. Руководство молодежного центра, в чью структуру в ходе службы экстренной психологической помощи, планировало убрать вторую телефонную линию и сократить ставки психологов. В результате по номеру из шести троек дозвониться было бы нереально. Но сотрудникам, кажется, удалось отстоять телефон доверия. Не без помощи общественности и СМИ. Мои коллеги продолжат тему. Круглосуточно, совершенно бесплатно, без праздников и выходных, по номеру шесть троек и федеральному 8 800 2112 горожанам оказывают экстренную психологическую помощь. Звонят дети, молодежь, инвалиды, старики и родители, которые не знают, как помочь своему ребенку. В нашем городе рынок бесплатных психологических услуг крайне беден. Крайне беден. Ну куда податься человеку? Многие боятся обращаться к психологам в детских садах, в школах, если говорить о детях, о родителях, потому что на завтра об этом будут знать все. А вот что касается телефонной доверия, анонимность, конфиденциальность – это важнейшие этические принципы, которые команда консультантов телефонной доверия на 100% соблюдает. Сокращение одной телефонной линии, как этого хотело руководство молодежного центра, привело бы к тому, что в нужный момент люди не смогли бы дозвониться. Психологи говорят, второй раз человек, которому настолько плохо, что он готов свести счеты с жизнью, набирать цифры уже не станет. Если бы была линия сокращена, то есть люди были сокращены, просто бы мы не смогли обеспечить, что вот нам дозванивались в должной степени. В принципе, номер-то, наверное, бы работал этот 8800, но результат был бы тот же самый, как будто бы он не работал. Было бы постоянно занято. К федеральному детскому телефону доверия Владимир подключился два года назад. На 8800 звонят даже детсадовцы и первоклашки, и чаще с мобильников. Звонок бесплатный, поговорить можно не из дома. Не всегда ребенок или подросток может позвонить из дома. Как правило, дома кто-то есть. Если это ребенок начального звена, там есть бабушка, там кто-то из родственников, который присматривает. Вечером приходят родители. И не всегда ребенок решается при взрослых пожаловаться, особенно если проблемы в семье. Наш загородный лагерь находится в километрах от города. Понятно, что родители приезжают редко. И вот этот 8800 2122, он спасает наших детей. И как директор школы, я знаю об этом не понаслышке, потому что сами тренера предлагают звонить. Убрав одну телефонную линию, молодежный центр освободил бы 7 ставок психологов. Всего в службе экстренной психологической помощи работают 23 специалиста. Но так запросто ценными кадрами разбрасываться нельзя, уверен Геннадий Прохорычев. Если мы аннулируем одну линию телефона, мы потеряем таких специалистов, которых мы потом не найдем. А вот этот 20-летний период опыта, проблем, то есть прохождения через все это, этот опыт, если мы потеряем, то мы потеряем все. На днях приказ о реорганизации телефона доверия, который должен был вступить в силу 25 ноября, был отменен. И служба продолжит работу в неизменном виде. Через официальный сайт мэрии Управление по делам молодежи заверило, что, цитата, «не намерено сокращать количество телефонных линий психологов, работающих на городском телефоне доверия. Отдел экстренной психологической помощи продолжает работу в структуре муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр». Причем предусмотрено сохранить ежегодное финансирование телефона доверия на уровне нынешнего года. Нам, конечно, было нелегко, нелегко. Нас и трясло, и было очень большое какое-то непонимание, удивление, обида, что почему действительно, когда в 90-е годы работал наш телефон, пусть одна круглосуточная линия, но работал, когда денег не было ни на что. Почему вот в наше время, когда действительно психологическое здоровье людей становится приоритетом для государства, почему сейчас мы вынуждены как-то доказывать, оправдываться, что нам нужно каким-то образом доказать, что мы имеем право на существование. Владимирский телефон доверия – единственный в области, который принимает звонки круглосуточно. И по современным требованиям к подобным службам в регионе должно быть четыре таких линии. То есть говорить про стандарты, в вашей области должно действовать минимум четырех круглосуточных линий телефонов доверия. В реальности у вас работает две. Надо говорить о расширении службы, но, конечно, вопрос не к городу, а к области. Ассоциации телефонной экстренной помощи готовы помочь нашему региону и в подготовке специалистов, и даже поиске денег. Например, всегда можно подать документы на грант.